Козолапых и с кариесом в лётчики не берут. Ручку на себя. А вот он даёт ручку на себя, я даю. А толку никакого. Вот ручка на себя. А толку никакого. Ручка на себя. Толку никакого. Ааа, мы всё умрём. Ага, шлопа. Ручка влево. И никаких проблем. Поднять нос, бросить скорость. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта. Несмотря на мрачный заголовок, у меня для вас 4 новости и все хорошие. Первая новость. У нас не работает двигатель. А значит, нечему ломаться. Ведь мы летаем без двигателя, мы планер. Вторая хорошая новость. То, что я вам сейчас расскажу, как можно бесплатно выучиться на коммерческого пилота и возить пассажиров. И третья хорошая новость. Я вам расскажу, как поступать в блюдное училище, не меняя пол и гражданство. Кто со мной не знаком, я Игорь Волков. Я с детства мечтал летать, но врачи ДОСААП сказали, что мне это не дано. Но я же... Как ты летаю? Не дано. Но я, однако, выучился летать вопреки системе. Как видите, летаю. И как летаю? На планере я летаю без двигателя, на энергии природы, как птица. Сначала на параплане, потом на планере, потом на легком самолете. И в небе я уже 9 тысяч часов. Настоящая мечта летать сбывается, я проверил. Но повезло мне еще больше. Создавая летные школы, написав книжку «Мечты летать», я косвенным образом стал причастен к первому полету более 3 тысяч человек. 10 из них летают в большой авиации и водят авиалайнеры с пассажирами. И это для вас четвертая хорошая новость, потому что это самые безопасные пилоты в мире. Они профессионалы, они умеют летать без двигателя. Им совсем не будет несложно приземлить авиалайнер в кукурузное поле и на следующий день получить звезды героев от президента. Даже не зажидаясь окончания расследования аварии. Они профессионалы. Они люди, которые не только мечтают летать, но и летают. И делают это не только ради денег, а по призванию души. Итак, вы хотите стать коммерческим пилотом. В России вы пойдете единственно возможным путем. Единственно возможным. На 3-5 лет государственные учебные заведения. Почему так? Росавиация считает, что в Европе и в Соединенных Штатах Америки учат плохо. Их путь, естественно, отбора пилотов через планира, легкие самолеты, 250 часов налета минимум. Это все неправильно. Это плаш. В Российской Федерации вас научат летать настолько хорошо. Со 150-ми часами налета вы сможете пойти в большую авиацию и возить пассажиров на Airbus и Boeing. Действительно, друзья, было бы совсем несправедливо, если бы Ваня и Таня, которые захотели стать коммерческими пилотами, должны были бы 16 лет пойти в аэроклуб, например. И пока еще учатся в школе, бодренько научатся летать на планере или на самолете. И если мы хотим, чтобы было как там во Франции, то нужно было бы, чтобы государство российское участвовало. То есть процентов 70 оно должно было бы компенсировать ребятишкам. И тот же Ивановский аэроклуб, там, конечно, поджал бы хвосты, сделал бы минимальные цены, но полмиллиона планер плюс самолет стоило бы точно для Ванни Италии. И в Ванни Италии надо было как-то бы заработать треть, то есть 150 тысяч рублей. И как они могли бы это сделать? Ну, вот Шарлот и Турель там шили чехлы зимой, косили аэродром летом, ну и так далее. Помогали, были пилотом самолеты. И это причем не считается каким-то там зазорным. Там эксплуатация детей и прочее. Все пилоты, очень, пилоты вообще дружные сообщества. Если пилот искренне видит стремление другого человека летать, ну он поможет. Не столько там этот самолет нужно мыть или планер, сколько, если ты видишь, что человек хочет чем-то помочь, то ты с удовольствием возьмешь его труд и отплатишь бесплатными полетами на планере или на самолете. И именно таким образом можно набрать достаточно большое количество налета в той же Европе. Если я вижу, что человек очень хочет, он мне чем-то помог, я возьму его скатаю. Я не обеднею, а у человека появится или мечта, или он получит свой кусочек налета к этой мечте. Но налет как таковой в России не нужен. То есть нету вот этого отбора по налету, отбора по умению летать. Про это можно забыть. А представьте, как было бы все-таки красиво, если бы гипотетически Ивана и Таня, отучившись, получив свои 250 часов минимума, это был бы их билет в училище. То есть они бы пошли в училище, и это дало бы им шанс летать. И учиться летать, и было бы критерием отбора. Про то, что сейчас является критерием отбора, я вам расскажу. Умение летать вообще никак не котируется, никак не считается при отборе в летное училище на коммерческую телоту. А с другой стороны, друзья, представьте хоть на миг, что, например, тот же аэродром Иваново государство освободило от уплаты всяких там пошлин, налогов на землетранспорта. Аэродром не приезжает каждую неделю к нему там с проверками всякими налоговыми и так далее и тому подобное. Сделало такое максимальное благоприятствование на аэродроме. Аэродром смог настолько уменьшить цены, что обучение с помощью государства, естественно, стало доступным тому же Ване и Тане. И они смогли налетать свои часы, они смогли получить лицензию планерную, смогли получить лицензию на самолет, смогли в конце концов пройти вот этот отсеп, дано летать или не дано. Потому что, друзья, поверьте, вот есть люди, которым летать не дано. Я занимаюсь обучением, я знаю, что некоторых, я научу каждого. И каждый будет получать удовольствие. Но одно дело летать самому и получать от этого удовольствие, а другое дело возить пассажиров. Это две большие разницы. И некоторым людям это лучше не делать. И вот такой отбор позволил бы потом, при поступлении в училище, получать какие-то дополнительные баллы. То есть умение летать было бы, наверное, давало бы шансов больше абитуриентам. Помимо здоровья, естественно, хороших оценок школе, экзаменов, умение летать было бы уже аргументом. Росавиация, друзья, против этого убогого капиталистического неравенства. Зачем какой-то неконтролируемый отбор, странный там мечтой летать и проверкой навыков в небе? Зачем тратить деньги на прямую дотацию обучения молодежи и попутно развивать инфраструктуру авиационной страны? Это бездуховно. И украсть достаточно сложно. Госучилище не в пример надежнее. Берем правильно отобранных юношей и девушек и загоняем их на три года в училище. Тратя на это там от 4 до 6 миллионов рублей, на каждого курсанта. Если кто-то скажет, что вдруг кому-то там не дано летать, а вдруг кто-то там что-то не может, если правильно отобрать и попробовать, то может. В конце концов, медведи же учат в велосипеде кататься. Ну, значит, хорошее училище и летать научат. Российское училище – самое лучшее училище в мире, потому что скоро, через три года, вы сможете стать пилотом со сноветом 150 часов и повелевать жизнью пассажиров в Боинге и Аэрбасе за штурвалом. Это абсолютно бесплатно. Вас научат. Хотели образование бесплатное? Есть оно. И мы сейчас расскажем, как это сделать, как его получить, как поступить, какие критерии отбора существуют. И вы очень удивитесь, узнав, какие же эти критерии. Погнали! Эхе-хей! Итак, поступаем. В Российской Федерации один раз можно получить бесплатно высшее образование и среднее образование. С точки зрения коммерческого пилота, совершенно неважно, какое вы будете образование получать. Высшее образование – это Ульяновск или Санкт-Петербург. И там учитывается при поступлении баллы ЕГЭ набранные. Ну, может быть, какие-то экзамены. Но есть же еще и среднее образование. И вот при среднем образовании все решает обычный, удивитесь, конкурс аттестатов. То есть, чтобы стать коммерческим пилотом, вам не нужно сдавать экзамены. Вам нужно просто иметь хороший, отличный пятерочный аттестат. И уже большие шансы, что вы поступили. Это среднее профессиональное образование. Такое же, как там, если вы пойдете на электричку учиться, например. Вот что электричка, что Боинг. Без разницы, что водить. Поэтому поступаем без экзаменов. Вдаем только нормативы спортивные. Хорошая новость, согласитесь. Видите, как все просто. Вам совершенно не нужно проверять, можете ли вы вообще летать. Каков ваш уровень способности при стрессе. Можете ли вы принимать правильные решения в сложных ситуациях. Все это не нужно. Это, может быть, проверят потом. А еще могут отчислить на третьем курсе, даже если вы очень хороший пилот, просто за незданный норматив по лыжам. Причем тут лыжи. Вы знаете, что самое главное в пилоте? Ум, мастерство, умение летать. Нет, друзья. Ничего подобного. Правильная спортивная подготовка. Умных у нас как грязи. Все поступающие в летные училища имеют средний балл аттестата 5. И если у вас не такой, то смело идите в вечернюю школу и исправляйте. Это, кстати, не так сложно, как кажется. Но вам может повезти, если вы, например, такого же возраста, как я, и в лихие 90-е запаслись классным таким боевым пятерочным аттестатом, то у вас уже пятерочный аттестат есть. И еще один, друзья, шанс. Это быть гражданином другого государства. Больше всего с аттестатами везет иностранным гражданам из дружественных восточных республик. Потому что их аттестаты проверяют, но формально. Формально отправляют запрос. Но если стадо баранов отдано куда надо, то аттестат на твердую пятерку, и он никак не поменяется. И, как показывает практика, главная родовая система круговой поруки работает совершенно безотказно. Как часы, ребята с твердой пятеркой. И, соответственно, хочу стать летчиком. Зачем тонированная лада приора? Голубой погонять хочу. Эй! И так в заведениях оказывается достаточно большое количество людей с очень невысоким все-таки уровнем образования. Сейчас я искренне прошу прощения, хотя меня никто не заставлял это делать. У кому-то могут показаться мои слова каким-то национализмом. У меня огромное количество друзей из самых разных стран мира. Я много путешествую. И я знаю, что очень-очень-очень много людей хороших. В самых-самых-самых-самых разных странах. Но вот такая система образования с формальным, по сути, формальным тестом по аттестату, она дает дырку, брешь. То есть там, где это проверяется, это хорошо. Но есть страны, где, ну, каким-то образом можно все это дело сделать там. И дальше это дыра, это брешь. Это неправильно. Ну, согласитесь. И люди, которые придут вот с такими аттестатами, научатся летать, они же вас будут катать на белом Боинге. Вы будете с ними летать. Хотите? Я нет. Я совсем не хочу. Итак, умных у нас как грязи. Практически все. Как же отобрать лучших? Ну, во-первых, есть барьер в ЛЭК. Доктора посмотрят всех. И такие вот, когда раздолбаи, как я, точно не пройдут. Потому что, чтобы пройти в ЛЭК, нужно иметь хороший слух, красивую-лучезарную улыбку, без всякого кариуса. Прямой нос, никакого плоскостопия. В общем, прям конь должен быть огонь. Козолапых и с кариусом в летчики не берут. Так что, если у вас что-то не так, делайте операции, подправляйте улыбку, чините зубы и так далее и тому подобное. Доводите свое здоровье до идеального состояния. И тогда вперед в летчики. Однако, если даже вы пройдете в ЛЭК, это, можно сказать, не считается. Потому что училище считает, что в ЛЭК врачи недостаточно строгие. Нужно еще ввести нормативы, которые отсеют, вот точно самые килоги у убогих отсеют. И нормативы, кстати, достаточно серьезные. Из мальчиков, даже кто тренируется, процентов 70 не проходит. Девочек все послабее. Но даже девочки нанимают тренеров, там, по бегу, по прыгу, которые готовят их. Вот знакомая девочка поступала, она умеет летать, у нее есть лицензия частного пилота. Но это не считается. Чтобы поступить в училище, это вообще никак не считается, никак не влияет. Должна хорошо бегать. Все, тогда поступит. Как вы думаете, друзья, кто, по словам студентов, истинный бог в училище? Физрук, когда я недавно звонил своей знакомой в Сасовой, расспрашивал о перепятиях учебы, она мне постоянно что-то там про физрука какого-то говорила. Я думал, какой физрук, школа что ли, физкультура там, ничего не понятно. И только потом уже так подробно расспрашивая, я выяснил, что вообще физрук, по сути, царь и бог в училище. Потому что он может вас, например, на третьем курсе отчислить за изданный норматив по лыжам. То есть это вообще последний рубеж обороны от неадекватных пилотов, друзья. Если пилот летает хорошо, но плохо бегает, не в жизни, ну не катать пассажиров, не достоин, не готов. Будет тренироваться. Но не переживайте, друзья. С хорошим тренером можно подкачаться, подтянуться, сдать эти чертовы нормативы и нормально себя чувствовать. Мало того, можно так и хорошо сдать, что потом про них забыть. И, например, через полгода в Бугурусланском училище почему-то девочки не смогли сдать зачеты. Какое-то фатальное такое, потери вообще в навыках и так далее. То есть вот как так получается, я не знаю. Но вот нормативы есть, их сдают при поступлении, по ним отбор, а потом бац, и что-то они больше не сдаются. Ну вот такой вот очень важный критерий, я так понимаю. Но, как вы видите, иногда все-таки формальный. Физические нормативы, естественно, друзья, разные для мальчиков и девочек. Для девочек достаточно демократичные. Я считаю, это абсолютно правильно, незачем их мучить. А вот для мальчиков достаточно жесткие. То есть там а-ля как выдавейти. Норматив по бегу. Поэтому у кого-то может соблазн быть, это пол сменить. Я вас протестерегаю от этого. Не делайте так. У вас на сэкономленные деньги вы сможете оплатить себе обучение в Европе или в Соединенных Штатах Америки на коммерческого пилота. Поэтому повышайте физическое здоровье. Тренируйтесь, готовьтесь заблаговременно. Хотя бы там за месяц надо начать активно бегать, чтобы как-то вот отбегать норматив свой. И таких вот здоровых спортивных умных раз в шесть больше, чем нужно. Как же из 600 человек отобрать 100? Как вы думаете? Ввести какой-то дополнительный критерий? Например, я не знаю, там опыт полетов, умение вообще летать. Нет. Росавиация считает, что это абсолютно не аргумент. И, например, пилота с налетом в 3000 часов, лицензию которого Росавиация перестала считать действующей, его не взяли. Он не сдал норматив по бегу. Он прошел в экс на первый класс. У него отличные оценки, все прекрасно. Но он не сдал норматив по бегу. Он не достоин летать. Зато, друзья, будете смеяться. Возможно, на место этого пилота взяли красу-стюардессу, которая ласкает взглядом со всех шоколадок аэрофлота. Она поступила, она начала учиться. Ее отчистили за подделку документов. Ходят слухи, что она поссорилась со своим помогатором. Это такая плавно замятая история. Не на вынос. Так что мы не будем дальше ее обсуждать. А у девушки-то, собственно, все хорошо. А там, как это говорят, квартира, машина, папик. И обидно только за то, что на ее место не попал достойный человек, который мог бы отлично летать. Нам же с вами несказанно повезло, потому что она не будет летать и не будет возить пассажиров. Тем самым у нас с вами больше шансов выжить. К сожалению, не будут летать и военные летчики. Дело в том, что принятая во всем мире система, когда бывший военный летчик, кстати, достаточно рано уходящий на пенсию, у них там год за три обычно идет. Он меняет профессию, он конвертирует свое военное умение летать, а это настоящие профессионалы. Идет учиться на курсе и становится коммерческим пилотом. Дальше возит пассажирам. И согласитесь, хороший военный летчик, это дорогого стоит. И он вполне способен летать с пассажирами и делать это очень безопасно, если это хороший военный летчик. Но проверить-то это, наверное, как-то можно. Однако в Российской Федерации такого нет. Если вы военные летчики водите истребитель замечательно, то вам, чтобы стать коммерческим пилотом, на три-пять лет в училище, например, в Ульяновское, поплясать с минцами, у нас или друзьями. Все как обычно, все как положено. И на заданный вопрос, как же так получается, почему военных летчиков не переучивает, усатый руководитель Росавиации, закрывая очередной аэродром, там, у Воротцы, разотвореничался и сказал, что это не мы. Это не я, это не мы. Это, как там, кто там главный? Начальник военно-космических сил, там, главный генерал, говорит, даже не говорит, просит, не разрешайте, пожалуйста, летчикам военным так переучиваться. Они же все разбегутся, они же все сбегутся армии и пойдут в коммерческие пилоты. Потому что коммерческим пилотам платят денег, а военным летчикам, ну, видимо, не столько платят, сколько хотелось бы. Мы все умрем, на нас нападет враг, а у нас ни одного летчика нету. Ну, вообще ужас, ужас, ужас. Поэтому не разрешают. Не разрешать, не пущать, не давать. А как во всем мире решается сия проблема? Ну, во-первых, наверное, достойной зарплатой летчиков, достойной пенсии летчиков, и тем, что выгодно подготовить много военных летчиков, благополучно, чтобы они летали, и отправить их в запас, в резерв, на пенсию. Вот водит он Боинга, а если завтра война, он на истребитель. И всех победит. Потому что самолетов обычно много, а летчиков мало. Ну, правда, и самолетов сейчас не так много. Ну, не важно. Короче, тоже здесь проблема. Как вы догадались, друзья, умение водить истребитель вам никак не поможет. Это не является критерием для отбора. А что же является критерием? Сядьте покрепче, там, на стул, потому что сейчас я вам расскажу, и вы удивитесь. Ну, и понятно, что критерием отбора не может быть никакая коррупция. То есть коррупция у нас, все борются вообще, вот, прям насмерть борются с коррупцией, так что прям коррупция практически везде подтверждена, я считаю. При такой борьбе только... А по опыту руководства, как раз, которое, видимо, с этой коррупцией активно борется, какой самый объективный критерий? Ну, вот подумайте, вот самый наобъективнейший. Что нельзя вообще поменять никак? Вот все прям вот время. Время поступления. Если вы принесли документы первым, вы поступили. Вот 600 человек процедентов, представляете? И 100 мест. То есть, кто первый из 100 пришел к того этапки? Уже неважно, там, у всех сдали нормативы, у всех аттестаты на пятерки. Вот у всех все одинаковое. Кто первым принес того и место в училище? Я, когда был, как это, когда узнал, вот реально вот, чуть со стула не упал. Я уже про стул много раз сказал, но вот, я, видите, крепко в планете сижу, а вы, наверное, на стуле. То есть, не умение летать, ни профессиональные навыки, ни какие-нибудь дополнительные экзамены, зачеты, не знаю, что-то еще. Вот это все не считается. То есть, ну, не считается и все. Только время сдачи документов. Это совершенно удивительно. И когда я про это узнал, я подумал, что, ну, логичным же будет взять и заночевать у дверей любимого учебного заведения будущего. Я так, кстати, делал, ночевал у Авира как-то. В 2012 году я получал российский вид на жительство и проходило там 50 человек в день, драки в очередях и так далее, записывали на руках, на ногах, и очередь формировалась вечером следующего дня. Причем там была достаточно мощная свалка, чтобы попасть. И вот я попал в эту свалку, чуть не получил фингал под глазом, но в конце концов стал 28-м. И попал. Но чтобы 28-м, надо было в очереди стоять. И в очереди я стоял ночь. Ну, я пригнал машину, в ней спал. Ну, это же маразм. И так, по идее, вам нужно сделать, чтобы гарантированно поступить в летное училище, поспать под дверями. Но, к сожалению, гарантии вам никто дать не может, потому что, вот, например, год назад одно училище сказало, что, а вот, мы начинаем сегодня прием. А прием был уже завтра. Ой, ой, завтра, вчера. То есть они начали прием за день до того, как сообщили об этом официально. Ну, и как вы думаете, кто поступил? Ну, конечно, кто владел информацией. Вот, не даром говорят, что владеешь информацией, владеешь миром. У нас никакой коррупционной составляющей. Вообще никакой. Ну, кто-то же знал почему-то, что, вот, уже двери открыты. И это точно совершенно не сын, например, какого-нибудь бизнесмена, который там взял, закатал полосу, аэродрома. Взяли, сделали новую. Ну, и как вот, тут вот сказать, что сын этого человека поступил только потому, что папа полосу закатал? Нет. Просто вовремя пришел, сдал документы. Ну, согласитесь, что это маразм. То есть такой вариант отбора в будущей летчике, который будут возить пассажиров. У нас с вами. Привет. Теперь информацией владеете и вы. Но помните, что даже если вы закончили физтех с отличием, умеете возить Цесну, крутите высший пилотаж на Як-52, гоняете на планере маршруты в тысячу километров, это вам ровным-ровным счетом ничего не добавит при поступлении. Вам нужно исправлять четверку по природоведению, в вечернюю школу, заниматься с тренером, готовиться к прыгу и бегу. И самое главное, быть как Гагарин, то есть улыбаться как Гагарин. Ваша учезарная улыбка должна просто покорять всех, потому что если вы кому-то не понравитесь в училище, то вас отчислят. Просто найдут кучу способов, они есть. Будете сидеть у кабинета, там, не знаю, психолога, и плакать, слушая звонок, как из училища рекомендует вот этого умника быстренько списать, потому что он слишком умный. Забудьте про свое я, настоящего, живого, умного, хорошего, славного человека. Становитесь на три года тем, кто выживает, учится, готовится стать настоящим, коммерческим пилотом. К сожалению, друзья, это ваш единственный возможный спор в России в ближайшие три года на гражданском училище. Какой же из них выбрать? Ну, тут выбор достаточно большой, целых три, ну, из таких основных. Первый из них, например, Сасова. При гражданском училище достаточно серьезная, такая почти армейская подготовка. вас научат ходить, стоять на плацу, строиться линейки там, научитесь мести этот плац метлой, делить бордюры. Жить вы будете в казарме, или как-то их по-другому это называют, в общем, когда 50 человек в одном зале. При этом эту казарму будут на ночь запирать на всякий случай, чтобы вы сбежали куда-нибудь. Через год вас переселят уже в более культурные комнатки, по пять человек каждая, и так вы будете прекрасно там жить и учиться. Помимо этого, из хороших новостей, вам очень сильно поможет художественная самодеятельность, если вы умеете там танцевать, с бубнами плясать и что-нибудь в этом роде, это прямо катируется, будь здоров, и способно вам поднять баллы. Там, вы можете летать чуть хуже, или там физику, знаете, математикой тоже чуть хуже, но вот пляски с бубнами вам точно помогут и позволят получить, ну, скажем так, льготы какие-то. На фоне Сасова Бугураслан демократичит до безобразия. Там нету вот этого страшного физрука, который может очистить, пугать по ночам и очистить с третьего курса. Курсанты сразу же живут по двое достаточно уютных комнатках в общежитии, но при всей этой демократичности не забывайте про Гагарина. То есть улыбаться нужно уметь, нужно уметь не ссориться с преподавателями, потому что в противном случае путь тот же, немножко поплакать перед чьим-нибудь кабинетом и домой заниматься какой-нибудь другой медиалетной профессией. Самое загадочное для меня, друзья, это Краснокутское летное училище, потому что вся собранная информация говорит о каком-то так, вот как бы так правильно сказать, ну, некой простоте решения достаточно сложных вопросов. Ну, поясню, попробую. Например, зачем покупать авиационное топливо железнодорожными цистернами там, например, по 70 рублей оптом, если это тем же оптом можно сделать по 120, ну, просто через более правильного посредника. То есть вот как-то так можно все немножечко упростить. и такое же, наверное, упрощение бывает в вопросах там учебы. Если, например, как вы помните, наши друзья, которые получали эти стады за стадо баранов, учатся, и, ну, не хватает им немножко интеллектуальной мощи для обучения. То есть вот, а папа хочет, чтобы вот все-таки не Ладу Приору водил его сыночек, а все-таки белый Боинг. Ну, и папа сходил, как куда надо, сделал, что надо, и говорят, что раз, и сложный вопрос решился сам собой. Не наговариваю, но вот те, кто там был, говорят, что подходишь, смотришь на вот это все, что там творится, и вот так разводишь руками. И люди тоже разводят руками, они говорят, ну, ты же понимаешь, это вот, ну, это не мы, это вот такая система. Так что это намек для тех, у кого все-таки недостает немножечко знаний школьных и лених учить, у вас есть шанс пока. Пока система работает, у вас есть небольшой на шанс. Друзья, зачем этот ролик? Вы скажете, очередной пасквирь там, на систему, обидеть тех, там, ля-ля-ля-ля-ля, наговорить, ну, это все в доступе, вы можете просто взять несколько звонков с знакомым пилотом, ну, в конце концов, я ролик вывешу, будут комментарии с пилотом, у которых я эту информацию, скажем так, собирал. Я ее не придумал, Я достаточно много изучал этот вопрос, чтобы вообще ужаснуться тому, что творится. И именно желание ужаснуть на данный момент есть у меня. Вы должны ужаснуться. Вы должны увидеть вот это дно, куда скатилось образование на данный момент. И куда оно дальше продолжает катиться. А почему продолжает катиться? Потому что еще хуже все. Инструкторов нету практически. Инструкторами за смешные деньги. Нормальный пилот пойдет куда? Ну хотя бы в авиакомпанию. В инструкторах, к сожалению, при той нищенской зарплате, которую платят в училищах, и тут люди, которые просто физически по ряду причин не смогли. У кого-то там не хватает знания английского, у кого-то не хватает еще чего-то. Люди, причем прекрасные, но не все из них прекрасные инструктора. Доходит до маразма, когда пилоты с лицензией там, ну просто пересдают сейчас, из-за того, что Росавиация куча лицензии аннулировала, учат инструкторов летать. То есть училище набирает инструкторов, которые летают, ну, хоть бы как-то. И учат курсанты летать. Ну вот, до этого доходит. Инструкторов все меньше. В планерном спорте их вообще практически нет. И мы придем дальше к какой системе? Ну, к такой, что штор первичный, курица и яйцо. То есть когда не останется ни одного инструктора, что будет дальше? Где будут их готовить? Системы подготовки инструкторов нету. Даже в парапланилизме есть так называемые сборы, на которых мы собираемся. И я раньше такие сборы приводил. И мы готовили инструкторов, которые потом учат курсантов. Так что пугайтесь, делайте выводы, распространяйте это видео. Пишите письма в Росавиацию с вопросами, почему вас возят на самолете, на пассажирском ребятке с налетом 150 часов. Ужасайтесь, может быть от этого что-то поменяется. Потому что система, она сгнила на корню. Ее надо кардинально менять. Дай бог в училищах все будет хорошо. Это реально сейчас какой-то последний оплот. Но вообще сама система отбора, это же ведь маразм. То есть нужно кардинально переделывать. Нужно делать так, чтобы учитывался налет, учитывалось умение людей летать. Чтобы в авиацию шли люди мотивированные. Мы можем помочь хотя бы тем, что облегчим поступление информации людям, которые хотят это сделать. Мой друг Антон Ветин 7 раз поступал в летное училище. 7 раз проходил в ЛЭК. Он умеет летать, но он не смог поступить. И на основании своего опыта он сделал 40 роликов, 40 причин не поступить в летное училище. Благодаря его подсказкам, инструкциям, порядка 30 пилотов уже поступили в летное училище. Закончили, летают пилотами коммерческими. Мало того, даже инструкторами. Поэтому я с удовольствием передаю слово Антону. А вам скажу, поступайте, ребята. Вот те, кто искренне мечтает летать, поступайте. Потому что это крайне важно. Чтобы в небе были мотивированные люди, настоящие пилоты. Мало того, учитесь летать. Учитесь летать потом на обычных самолетах, на планерах. Совершенствуйте свои навыки. Потому что вам доверяют жизни пассажиры. Самые ценные люди. Они верят в то, что вы пилот. Вы сможете поднять их с одного аэродрома и призелить на другом. Сделайте это максимально безопасно. Дай вам Бог удачи. Становитесь этими лучшими. Мы будем за вас держать кулачки до экзаменов. Хорошего поступления. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители неба авиации, спорта и вообще всего прекрасного романтики. Сейчас вам постараюсь рассказать кратко сжато о 40 способах, как не стать коммерческим пилотом. Итак, разделим ваш путь в авиации на 6 этапов. Первый этап подготовки. Ведь правильно поставленная цель это практически 30% от успеха. Второй этап сбора документов. Третий этап в ЛЭК. Четвертый этап поступления. Пятый этап учеба. И шестой этап работы в авиакомпании. Возьмем за условие то, что мы собираемся обучаться за бесплатно. Потому что при поступлении, что вы на платное, что вы на бесплатное будете поступать. В России абсолютно одинаковые будут у вас отборочные этапы. Поэтому смысла поступать на оплатное обучение я не вижу. Поэтому нам осталось выбрать, поступаем ли мы в высшее учебное заведение или в среднее. Если мы поступаем в высшее, то мы должны понимать, что вместо трех лет мы будем пять лет ходить строем, красить заборы и учить предметы школьные. Никому не нужные. А летать вы будете то же самое количество часов, что и при поступлении в среднее учебное заведение. Поэтому я вам предлагаю поступить в среднее. И есть три летных средних учебных заведения, в которых в принципе выпускают вовремя. Это Бугоруслановское, Сассовское и Краснокутское училища. Есть еще для вертолетчиков отдельные училища. Есть еще для самолетчиков тоже несколько. Там небольшой набор, бывают задержки с налетом. Ошибка номер один. Это иметь и высшее полученное, соответственно, платное или за бесплатное, и иметь среднее специальное полученное платное или за бесплатное. Государство вам дает одну возможность получить одно высшее бесплатное и одно среднее бесплатное. Если вы обучились хотя бы за свой счет, не за свой счет, не важно, хотя бы и там, и там по одному разу, все, соответственно, готовьте 3,5 миллиона рублей на платное обучение. Значит, ошибка номер два. Назовем ее так. Не родиться. Не родиться с сыном в летной семье, в летной диаспоре. Не родиться с сыном врача на влэк. По статистике, по крайней мере, статистике моих друзей, я могу сказать, что у 70% тех, у кого есть дети, те, кто работает пилотом, как минимум один ребенок у них является пилотом. Также то же самое можно сказать про врачей на влэк. Совпадение? Не думаю. Сейчас основной норматив это бег 3 километра. Не 100 метров, не подтягивания, бег 3 километра. Поэтому я очень советую нанять тренера по бегу и начать готовиться хотя бы за год до поступления. Потому что вас будут валить нещадно на сдаче нормативов. Вы занимаете тяжелую атлетику, и у вас в основном будут развиваться быстрые бычечные волокна, то есть для взрывной такой энергии, для взрывной силы. Вы прекрасно бежите 100 метров, вы прекрасно подтягиваетесь, но 3 километра вы не пробежите никогда. Если вы не служили в армии, я не служил в армии, то соответственно на каждом влэке, при каждом поступлении вас будут тыкать носом и говорить, ой, вы не служили, вы не мужчина. Особенно если у вас в категоре годности так совпало, что у вас статья не летная, то вам нужно будет ее снимать. Это очень еще сложно, поэтому если вдруг у вас один и тот же диагноз оказался, но вы предварительно открыли книжку с расшифровкой этих диагнозов и нашли, какой лучший вариант записать, то я бы на вашем месте настоял в тот момент, когда вы будете получать, вам будут ставить диагноз, чтобы трактовка была та, которая не запрещает вам летать. Потому что один и тот же диагноз может быть трактовым по-разному. Все, с первым этапом закончили, приходим ко второму этапу, этап сбора документов. Я очень рекомендую проходить влэк в ЦКБ ГА, потому что несмотря на весь тот абсурд, который происходит на влэках, там он в меньшей степени проявлен. Записаться заранее, как минимум, наверное, в середине апреля записываться на начало мая, потому что запись из-за поступлений будет где-то за месяц, за два вперед. Еще раз объясняю тайминги. У вас есть поступление, и вам нужно подать документы в первый день. Если вы не подаете в первый день, вы уже не проходите по конкурсу, потому что, как правило, мест 90, подавших в первый день 160, из них человек 100 сдает нормативы. И первые, кто успел подать, те поступают. Поэтому вам нужно в начале апреля начать собирать справки, документы, чтобы к концу апреля вы их все собрали, в первого мая начать проходить влэк, чтобы к середине мая, концу мая вы его, значит, прошли. И у вас месяц есть на подачу документов. И вы должны, соответственно, до начала июня, у вас должен быть полностью весь пакет документов, чтобы к началу подачи документов, это где-то приблизительно 16-15 июня, нам каждый год нужно смотреть эту дату, у вас вы уже пришли с готовыми документами, там заняли очередь, там ночевали около КПП летного училища, чтобы самым первым подать документы. Во многих поликлиниках делают нормативы по прохождению диспансеризации. То есть, это стоит, да, взять и бабушек, дедушек, вот, но вам могут сказать, мы вам не выдадим справку, пока вы не придете на диспансеризацию, потому что она нужна нам для отчетности, для статистики. Поэтому очень советую начать собирать все эти справки по возможности максимум из частных клиник, потому что если у клиники есть лицензия, вы можете эти справки переносить. Собираете вот эту 0,86У форму, но в клинике, и тогда вы сэкономите просто много очень времени и особо нервов. Вот список этих анализов. Я советую по максимуму, сколько можно сделать их за свой счет, и в том числе снимки сделать, и уже прийти на влэк с готовыми, потому что на влэке с вами никто соревноваться не будет. Если что-то где-то в анализе кому-то не понравится, то вам будут еще одну попытку пересдать, и все, если вдруг что-то не пойдет не так, вас спишут. Просто подготовьте заранее все анализы, и тогда у вас точно не будет проблем на влэке. Это уже третий этап, непосредственно сам влэк. Вы можете честно рассказать про то, что у вас было сотрясение, то, что у вас иногда болит желудок, то, что у вас была аллергия, чтобы хотя бы раз в жизни теряли сознание, хотя бы, на самом деле, каждый, знаете, хоть раз терял в жизни сознание, что у вас там какими-то аритмиями, честно сказать, все, и вас просто спишут. То есть, честно их списывают в первую очередь. Ни в коем случае никогда не рассказывайте про влэки ничего. Вот найдут, значит найдут влэка. Поверьте, в училище, влэке, задача влэка отсечь максимальное количество. То есть, абитуриенты это не люди, это просто людской материал, и чем более здоровые, чем, так сказать, в кавычках, чем менее проблемные будут абитуриенты, тем лучше. И поскольку их огромное количество, то там не займутся, отсекают первые, вот, малейшие возможности. Поэтому, если вы пошли проходить влэк в летное, то, ну, аминь. Вроде бы парадокс, то есть, вы запишетесь за месяц, придете, и, как правило, вы будете 4 часа ждать перед дверью, чем вам позволят подать документы, хотя вы пришли вовремя, минуту в минуту. Но, если вдруг вы опоздаете, то по закону Мерфи, по закону подлости, вас объявят вашу фамилию, вы не придете, не выйдете, и все, вы в этот год не поступили, потому что ваша очередь закончилась. Большинство справок действует месяц, но некоторые справки, они бессрочные, действуют очень долго. Например, справка из военкомата, расшифровка диагноза, вот у меня диагноз, по которому я могу летать, я прохожу по первой графе совершенно спокойно. Вот, эта справка, она бессрочная. Я ее много-много-много лет, лет, наверное, 5, приносил без проблем. И тут, соответственно, на очередном влэке я такой бегу, радостный, думаю, ну все, сейчас вообще пройду за 3 дня, как я обычно, я же такой, ух, эгрей, как некоторые говорят. Ну, к сожалению, настроение было у председателя не очень, и она сказала, а что это у тебя, справка не свежая, теперь сдавай, сдавай справку. А справку эту в военкомате получить было месяц. Все, я в тот год не поступил. Можете адекватно, спокойно доказывать, но не приходите на личности. Адекватно спорить, это хорошо, но ругаться и оскорблять ни в коем случае, потому что вас просто запомнят, и вы никогда в жизни на дно влэке не пройдете. Смертельный грех спорить с психологом на влэк в самом главном влэке. Вы понимаете, о каком я говорю, о каком влэке я говорю. Вот вы пришли в четкое время, минуту в минуту, сели в коридорчике, вот так вот сидите, ждете, она вас вызовет, тихо, без слова придете, скажете, все, вот я явился, она говорит, вот вам тест смел, делаете этот тест, потом за компьютер, все, выходите, через 2-3 дня приходите, получаете результат. Не дай бог вам сказать ей слово, поспорить или прийти чуть раньше, либо чуть позже, все, влэк влэк влэке пройдет никогда, никогда не спорьте с психологом на самом главном влэке. Я еще раз об этом сказал, лучше проходить все анализы, с анализами принести по максимуму, есть несколько исследований, которые можно делать только на влэке. Вот, все остальное приносите свое. Вам на влэке, там есть такой бзик, что необходимо, чтобы какой-то анализ вы пересдали, ну или сдали у них, ну для отчетности, поэтому не переносите анализ мочи, он самый простой, сделайте его у них, и у них будет отчетность, что вы сделали у них, и вам будет хорошо. Ну, конечно, я понимаю, что если у вас что-то серьезное случилось, то вам, естественно, нужно ехать и лечиться официально. Но если вдруг, не дай бог, вы что-то там где-то повредили, пошли к травматологу, поверьте, сейчас карточки электронные, об этом все узнают на влэке, будут вопросы, и вопросов будет очень много. И если есть возможность полечиться в частной клинике, то, к сожалению, пилот в России должен лечиться в частной за свои деньги, потому что потом проблем не даешься. Значит, ошибка номер 19. Попробовать несколько влэков. Нифига подобного, два года назад ввели базы, начали проходить влэк в одном месте, в другом вы уже не можете его пройти. Или заводить в одном месте, а потом пройти в другом, нет. У вас сейчас есть только одна возможность. Любой влэк, it's, it's, влэк, все. До 500 рублей это не взятка, не взятка. После того, как вы прошли все, не до, а после, вы же можете подарить, сделать приятное. Сделайте приятное, вас запомнят, поверьте, в следующий раз проблем будет меньше. Вот, ну и плюс, действительно, летом огромный поток, гигантский поток просто абитуриентов. И если вы просто подарите какую-то мелочевку, который потом человек, там, тоже самое, те же самые конфеты, которые с чаем попьют, то это будет приятно, и действительно, нагрузка там очень большая на врачей. Не пройдете аудиометрию. Аудиометрия для тех, кто не проходил, такая кабинка, звукоизолируемая, заходите, надеваете наушники, и вам на разных частотах разные уши, разные звуки приятные идут в виде писка. И вы должны кнопку нажимать в тот момент, когда эти звуки вы слышите. Вот, чтобы пройти, посидите в коридоре тихом, неделю не слушайте музыку, и вы пройдете прекрасно. Очень много передо мной срезалось абитуриентов из-за того, что приходят, слушают и сидите, заходят и не сдают. Вот недельку без музыки, только классическую, конечно. Тишина, желательно в метро не ездить за один день, или ездить в этих берушах, тогда пройдете. У нас есть очень дебильные советские требования к тому, чтобы пазухи носа были воздухоносные. Вот сюда требование взялось. Был в России, как бы не ошибиться, в СССР, единственный самолет, вроде Ил-62, могу ошибиться, у которого кислородная система была не масочного типа, а, значит, конюльного конюля, которые вставлялись в нос. И отсюда требования, чтобы пути пазухи носа были очень такие комфортные для установки конюль. Вот этой кислородной системы. Поэтому, если у вас прелом, как правило, вас забракуют, но хорошая ночь в том, что можно сделать операцию и все поправить. Так что готовьтесь стать Майклом Джексоном. Как понять то, что в иностранной компании командир, что это командир 747-го Боинга? Очень просто, он будет в очках. В России? Нет. Сейчас, конечно, в виде немножко нового ФАПа, он немножко облегчил то ли 08, то ли 07. У вас может быть зрение, но... И разрешили, кстати, делать операцию, ласик и так далее. И если вдруг у вас какой-то там астигматизм и так далее, постарайтесь исправить. Но, к сожалению, большинство людей списывают именно по зрению. Вот, кстати, если это видео вам понравится, и вы проходите ВЛЭК или не проходите ВЛЭК, и это видео наберет, ну, хотя бы 2000 комментариев, или там сколько-то там лайков, не знаю сколько, короче, хорошо наберет, и вам будет интересно, то можем записать отдельное видео про ответы на вопросы по ВЛЭК, по прохождению именно вот конкретно медицинских, вот, вот, в любом направлении. Задавайте вопросы, с радостью сделаем видео с ответом на конкретные вопросы по ВЛЭК, или можно даже будет стрим сделать с вопросами и ответами медицинским по прохождению ВЛЭК. Часть номер 4. Поступление. Итак, вы прошли ВЛЭК, все, по первой графе вы взяли документы, и вы приехали, подали документы во второй день, после начала приема документов. Поверьте, скорее всего, вы не поступите. Поэтому ошибка номер 24. Не подать документы самым первым. Приезжайте с палаткой, КПП, ночуйте, чтобы подать самым первым документы в первый день. У вас должен быть аттестат 5-0. Если у вас аттестат 4-9, то поступайте в вечернюю школу, только раз прошу, пожалуйста, честно отучитесь в ней, потому что все ваши документы, все ваши журналы будут проверять. Если вы улучшали оценки, то вы должны взять договор об отчислении, договор об отчислении, допуск к ЕГЭ. Весь этот пакет документов нужно взять, потому что в богослане лень людям делать запросы, поэтому они вначале собираются и документы, смотрят, что у вас, да, неподдельный аттестат, и потом только делают запрос. Им наплевать на то, что нигде в правилах это не было прописано. Вот таковы и чиновники. Я уже об этом говорил, еще расскажу. Наймите тренера по бегу и бегайте с запасом. Нужно 13 минут пробежать за 13, пробегите за 10. Поверьте мне, сейчас летают не умные, а сейчас летают здоровые. Вот здесь вот где-то будет картинка, где я сравнил, значит, нормативы для спецназа и для разведки ВДВ и нормативы при поступлении. Они одинаковые. Постарайтесь давать их с запасом, потому что банально часто валят. Вот меня, например, в одном из летных валили на нормативах на 100 метровке. Если у вас прекрасно растут результаты в подтягиваниях, в силовых, веса очень быстро растут, то есть вы можете за месяц с 60 килограмм начать сжать 100 килограмм, то, значит, у вас преимущество быстрых волокон. Скорее всего, вы тогда не сдадите 3000 метров. В 2020 году поступление в Бугуруслан было по зуму, то есть нормативы сдавали по зуму. Я не поступил, потому что я не обновил. Я все документы подал, был день сдачи. У меня была старая версия зума, я не подключился. Подключился через 5 минут, мне сказали, ну, в следующем году придешь. Так что, если вдруг будет поступление куда-то по зуму, а все может быть, так что обновить его. Многие очень приезжают, особенно с мамами. Приезжают, короче, документы сдают. Че, гостиницу снимать? Давайте там в этот же день вечером сдача норматива, все. Или там на следующий день приезжают, не отдохнули. И из них процентов 70 не сдает. Поэтому, если вы серьезно настроены на поступление, поехайте либо два раза, один раз документы подайте, а в конце, в августе, сдайте нормативы. Либо приезжайте хотя бы на неделю. Приехали, 3-4 дня адаптировались, отдохнули и сдали нормативы. Так, ну вот, каким-то чудом вы поступили, и вы учитесь. Но тут самая начинается хитрая штука, потому что из летных училищ, как это ни странно, отчисляют и отчисляют даже с третьего курса. Итак, учеба. Первую сессию сдают все. Многие расслабляются, думают, о, так старая будет такая. Нет, самое сложное, это вторая и последующая сессии. Поэтому ни в коем случае не начинаете тусить. Тусить вы будете потом в Доминикане, когда поступите на работу, и будете летать туда. Мне знакомому стало плохо. На паре, ну, тошнил, он чем-то травился в столовой. И преподаватель не отпускал раньше с пары, хотя он сделал, собственно, контрольный был, он сделал все задания. И он сказал, мне сейчас здесь вырвет, можно мне выйти? Чтобы вырвало меня в туалете, и я вернулся. Он говорит, нет, нельзя. Он в итоге уже, когда совсем стало плохо, моему знакомому он выбежал, его вырвало, он вернулся, и его отчислили через ВЛЭК, через психиатра. И все, он больше не будет летать. К сожалению. Нет, он будет летать, он поступит заново, но придется судиться с летным. Все летные училища средние, это такой хороший, такой закостенелый совок. Поэтому вам надо показывать художественную самодеятельность, петь, танцевать, тогда у вас будет куча бонусов. Вас первыми допустят к тренажерам, первыми допустят к полетам, вы первыми получите без задержек, значит, тестат, и пойдете в авиакомпанию. Вы даже не представляете, сколько людей с третьего курса отчисляют за нормативы по лыжам. А еще очень многие парни переодеваются в девчонок и сдают нормативы за них. Вот, потому что настоящий пилот кто должен быть? Правильно, лыжник. Ну, я тут согласен, то, что отчисляют. Кстати, ошибка номер 37, это сделать штопор. Были такие, значит, деятели, которые во время полетов сделали там пару горочек. Об этом во всем узнал, узнал руководство, отчислили. Тут я согласен. Хотите летать, аэрбатик, аэрбатику, приезжайте в авиаку, берите экстру, як, все что угодно. Летайте. Но не в летном, потому что, если с вами что-то случится, то посадят кучу, кучу, кучу невиновных людей. Итак, вы получили аттестат, диплом, летная, PPL, CPL, все, вы готовы пилот, пошли в свою компанию, обучились, Type Rating, значит, ATP, CTP, Boeing, или Airbus, Superjet, летаете. вы должны быть готовыми к тому, что самые вкусные рейсы могут уйти людям с нетрадиционными, так сказать, ценностями. И это нормально, в авиакомпании, где-то около 10% работает таких вот, и у них очень сильное лобби, и вы должны понимать, что, чтобы вам ушли хорошие рейсы, вам нужно просто, значит, хорошо работать, быть честным. В общем, вот такая проблема в авиакомпаниях есть, сильное-сильное лобби. Вот, поэтому я летал плохие рейсы, поскольку к таким я противным не отношусь. У меня на, в общем, знакомых моих много было, кто прям с самого первого дня начали подлизываться, и так оказывалось, что через неделю у них эстафеты в Майами, куда-нибудь в Лос-Анджелес, в Доминикану, Куба, Мексика, а я в это время лечу ночной Кемерово. Поэтому это ошибка, но, вот, я с ней ничего делать не могу, и для меня это, вот, как потерять себя. К сожалению, в большинстве авиакомпаний, вот вы когда пойдете работать, вы даже не представляете, какая жесть происходит, даже не представляете. Значит, во внебазовом аэропорту совершенно спокойно, у вас, вам может, в вас может въехать погрузчик, и вам скажут лететь обратно, хотя у вас не вылетной дефект, но это не базовый аэропорт, туда же дорого, там, аймонт сделайте, вы, к сожалению, полетите, либо вас уволят. У вас будет переналет, больше 88 часов, и, если вы откажетесь летать, то вас либо уволят, либо вам сделают такие условия, что вы уйдете сами. Значит, например, Питер, будете летать, вот, каждые 6 часов, Питер, потому что у нас по закону отдых между полетами должен составлять двойную продолжительность полетной смены, то есть Питер туда и обратно, и у вас отдых по закону двойная продолжительность летной смены, это 6 часов. Вы так можете без сна и отдыха летать несколько месяцев, 6 часов поддохнули, слетали, 6 часов отдохнули, слетали. Тут выбор за вами. Я работу четко по документам не нарушал, поэтому даме условия создавали, уволить меня не могли, но условия были жесткие. Зато у меня не было ни одного, ни одной внештатной ситуации такой серьезной за время работы в авиакомпании. Обучаться, это на самом деле, вот, мне лично больше нравится даже, чем летать. Обучение, это все считает, что самая прекрасная в авиации, что только есть. Когда впервые на самолете вы пробиваете облачность и видите солнце, и в этот момент вы за штурвалом, что может быть лучше? Всем ярких полетов, хорошего настроения и будьте счастливы. Успешного вам поступления в летное училище, друзья! Учитесь так, чтобы нам не было за вас стыдно. Становитесь лучшими пилотами, замечательными пилотами, самыми безопасными пилотами в мире и дай вам Бог удачи в этом. Эй!